Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев, и сегодня по просьбе подписчиков я хочу сделать обзор и выразить вообще своё мнение, так как я больше всего увлекаюсь этой областью вуду, да, по книгам магическим, так сказать, Павла Гросса. У меня есть вот такая книга, у кого какая, не знаю, да, но есть ещё одна книга, которая сейчас у меня на руках, то есть люди её взяли почитать, моя знакомая хорошая, и я хочу выразить именно мнение по этой книге. Сейчас я вам объясню, почему я решил снять это видео и вообще рассказать вам. Есть огромные ошибки, которые Павел Гросс скрывает, так как он больше всего теоретической области занимается, он собиратель, он сам не маг толком, да, вы должны понимать и отличать это, что человек, занимающийся магией, это одно, а теория это другое. Теория иногда, если вы, мои дорогие друзья, не понимаете, я объясняю ещё раз, теоретически, теоретически оно так, так оно, да, но практически, когда начинаешь применять эти методы магии, ритуалы, они не работают так, как надо. Поэтому приходится глубоко копаться, чтобы понять, что же не так там. И когда я посмотрел книгу и почитал внимательно, там плюс боевая магия Вуду, Павел Гросс, так разрекламировано, боевая магия, боевой магией она не является. Культ Ифа, там кое-что есть ошибочки, сейчас мы это разберём. Вы видели, наверное, книгу 2009 года, вот она, да, она у меня в таком плохом немного состоянии, вот, книжка интересная, но кое-что напрягает. Павел Гросс, любитель штампа. Я сейчас объясню, почему меня напрягла эта ситуация, и чтобы вы не наделали ошибок, покупая книгу Павла Гросса, которая распространилась, которая большими тиражами её так покупают, за большие деньги, за большое бабло. В принципе, её можно скачать в интернете, есть ошибки огромные. Я вам объясню, почему. Почему? Павел Гросс, по сути, собиратель, собиратель этого всего. Он не создатель, он не создаёт ритуалы сам, он собирает, он что-то знает, понимает в теоретическом плане. Не надо никогда верить, что вот то, что тут написано, допустим, что он там жил в Африке, военный был. Вот это фото, сейчас покажу, вот это фото во всех его книгах. Плюс боевая магия Павла Гросса также. Все вот эти кинжалы ритуальные, да, они все даны во всех книгах. То есть полная штамповка и копия. Минусы этих книг заключаются в том, что боевая магия Вуду, Ифа, особенно культ, меня интересует, он был списан с ЮАР книг Бакоров Африки. Есть такая книга, как говорится, автора я не могу назвать, потому что у меня сейчас её на руках нету тоже. Этот человек, Павел Гросс, просто перевод сделал и вписал себе. Но на авторство он частично не претендует, нигде не написано, что его авторство. Он говорит, что это культа Ифа. Ритуалы культа Ифа ошибка заключается в чём? Войны Ифа меня напрягает вот это всё. Особенно меня напрягло, когда он печати, как он распространяет. Как вот эти, как говорится, сигиллы, космограммы, они ещё называются, да? В ЮАР, сейчас подождите. Ну, вы видели у меня в видео их, да? Вот они, особенно культа Ифа. Вот они, да, культа Ифа, все эти печати. Он их делает в разброс. И в книге «Боевая магия» они все с ошибками. То есть, понимаете, печать должна находиться под каждым духом, да, воином. Но они находятся в разброс. Вы посмотрите даже. То есть, печати специально не соответствуют данному духу почему-то. Это раз. Названия духов вообще разные. То есть, печать засунута туда. Этому духу это это. И начинаешь смотреть по старым его книгам. Значение так, да? То есть, например, вот «Инкирио, воин», да? Вот «Инкирио, воин», вот печать, да, его находится. А в другой книге будет называться «Моемби», допустим, как-то еще по-другому. То есть, понимаете, все в разброс. Плюс обычные культы духов тоже у него в разброс. Меня вот это поразило немного. Кабокла, вот культ тоже, мой любимый, как бы, культ индейцев, тоже весь в разброс почему-то в «Боевой магии» Вуду. Я понять не могу, как говорится, тут, как говорится, производство «Москва-2009 год» тоже. Вот сейчас я покажу вот эту вам обложечку специально, что у меня приклеилось. Вот, покажу вам специально как-нибудь вот так, чтобы удобненько было. Вот, вот видим, да? То есть, мы тут видим, кто производство, то есть, кто печатал, да? Экмо, экмо, печатали. Там, как говорится, меня что поразило? Разрекламированная книга, немерено 100, где-то на 6, где-то 7, где-то чуть не 10 доходит, да? В конце ритуалы приведены ифа, привороты вот эти все, которые, по сути, очень простенькие, ничего там такого заурядного нет и великого. И, по сути, из Сантерии взята и не принадлежат какой-то черной боевой магии. Они из Сантерии. То есть, магии святых, да? Это смешано и все вот под таким соусом дано. Меня что поразило особенно. Ладно, ошибки там в этом всем. Посвящение, быстрая вифа. Культ войнов этих. Меня поразило, что вы кое-что не понимаете. Тут то же самое-то есть. Заключение договора, по сути, с духом, да? И так далее. Это вся тематика у него прослеживается. Там борьба с зомби, это все понятно. Но меня поразило, что копия. Копия посвящения обычному вуду и ифа. Он немного путает, что это войны. Там отношение другое. Законы он все. И он полностью описывает законы, которые должен выполнять, по сути, жрец ифа. То есть, по сути, начальный, да? Воин типа. Вудун, он должен все прям, как сказать, подчиняться кардинально. То есть, вы подписываетесь под договором, не зная этих духов толком, не изучив ничего. И даже если они вас не примут, ничего страшного, вы будете их рабом. Поздравляю, дорогие мои друзья. Павел Гросс делает из вас тупых баранов. Рабов. Потому что, когда я начал переводить внимательно текст, я понял, что, оказывается, это подчинение человека. То есть, чистое рабство. Похоже, он переводил, когда этот текст, кто-то из колдунов ЮАР, культа ифа, специально это выклал быстрое посвящение. То есть, быстрое подключение под эгрегор, это, да, вуду ифа, именно отдельные индейцев племени определенного, не забываем, да, культуры, соблюдения. У вас будет неадекватное поведение после этого. Вы будете уже отказываться, интерес пропадет к культу ифа, но назад дороги уже нет. Вы уже теперь раб этого культа. Вы раб. Так нужно думать башкой, прежде чем идти на такое. Думая, что, тут мне пишут все под видео моими, что я прошла посвящение ифа, я такая крутая, я такая офигенная. Быстрое посвящение по Павлу Гросса. Вы слишком рискуете, дорогие друзья. Потому что ошибка на ошибка у него в печатях. Я вижу у него в книге, вот загляните в книги, название Майомби, Война, например, оно будет энкириозначение, то есть, понимаете, печати в разброс приведены. Вот это меня напрягает немного. То есть, какое вы посвящение пройдете, если вы все вот перепутали это. У меня такое подозрение, то ли он намеренно это делает, специально вас вгоняет в грязь. Хотя, по сути, он пытается показать, что, типа, начальная сторона книг его, вот этих даже, допустим, да, что это для простых начинающих. Но, по правде, это сложный материал для начинающих. Я так считаю, да, потому что я давно занимаюсь этой областью. Вот. И когда более 30 лет, когда человек начинает говорить, говорит, что вот я вот, да, вот так надо делать, так правильно, вы проходите посвящение, вы становитесь рабом воинов Ифа. В их шестерке вы подписываете договор, вы все уже как бы скажете, нет, я не хочу это соблюдать, я ухожу, например, в славянизм, я ухожу, например, там, в арабскую магию. А вас будут тащить назад, вам будут пиздюлей вставлять, духи создавать болезни, проблемы и так далее. Понимаете? Чем вы рискуете, о чем вы думаете вообще, когда это делаете? Плюс, когда последние тексты, там, боевой магии в кавычках, это не боевая магия, это просто ритуалы и молитвы воинов Ифы, Ифа, как говорится, культа, поразило меня чё? Ни в одном у него в тексте не указано жертвоприношение. А это большая ошибка. Я в своих видео, посмотрите в моих видео, я по культу Ифа, Энкирио там, остальных, как говорится, духов, я приводил пример, как говорится, какие духи по правде Ифа применяют еду, какую они любят культ Ифа. Он нигде это никогда не указывает. Он говорит общую информацию, которая в интернете до него существовала. Даже на его сайте, если мы зайдем, нет этой информации вообще в помине. Мы встречаем эту информацию чаще в других книгах, в других трудах. Более людей, которые не только теоретики, но как-то применяют это всё. Поэтому моё мнение, то есть вот эта книга, что культ боевой магии, одно и то же. Ничем не отличаются. Ритуалы начальные, вот допустим, там, сейчас, кабокло, это я уже говорил. Например, начальные посвящения обычные вуду, да? Всё одно и то же. Картинка в картинку. Вот эти гадательные методики Ифа доски вообще ноль информации. Понятно, потому что он её не изучил, видать, толком. Там это будет, это же бизнес. Вот, например, вот это всё, вот эти все картинки, да? Они всё в точности в той книге так же. То есть ничем не отличаются. Молитва там. Открытие перекрёстка. Всё та же самая. Молитва подчинения Луа, допустим. Это всё вообще тютелька в тютельку, праздники. Вот это всё-всё-всё. Даже календарные, лунные там. Получение силы вуду, на защиту вуду. Вот эти все ритуалы копия. Так стоит ли затрачиваться, как говорится, когда у вас есть вот такая книжка, то же самое, его же производство 2009 года. Стоит ли тратить? Я думаю, нет. Не стоит затрачиваться. Плюс у него в нескольких книгах о мегаполисе, там что ли вуду есть, называется, насколько я помню. У него печати помба жир перевёрнуты. Я вот это поразился. А от этого значения же не меняется. Вы чем занимаетесь, Павел Гросс? Вы занимаетесь билетристикой, да ведь? Сейчас я вам покажу, так сказать, что вы уж как-то... Огуна, там у него печати другие, насколько я помню. Ну, вот, меня поразила... Вот, например, вот она, помба жирочка. Сейчас я покажу. Вот, помба жира печать, да? Она у него перевёрнута вот так. Типа всё, это уже что-то новое, откровение, блядь. Да то же самое. Ничего не изменилось, Павел Гросс. Вы занимаетесь, вы пытаетесь кимбанду смешать со всеми и вся. Я понять не могу, при чём здесь хозяйка семьи колбищенских перекрёстков, помба жира и вот эта вся билетристика ваша. Я считаю, что боевая магия вуду именно книга, вуду Павела Гросса, это куча безграмотного дерьма, который для обычного человека, это опасно, более, вы себе просто уничтожите жизнь. Вы готовы? Вы думаете, я думаю, знаю, как вы думаете. Многие начинают думать, ой, всё, теперь я сейчас власть получу, кого-то приворожу, кому-то отомщу. Ни хрена подобного. Вы уничтожите себе жизнь, причём культ Ифа это ещё сделает. Вы можете воспринимать меня как хотите, как какого-то чокнутого человека, типа какую-то чушь несёт, мы такие все умные, мы все знающие. Но вы в теории что-то знаете, что-то где-то услышали, узнали, но по факту это не работает так, дорогие друзья. Духи просто так не будут вам делать то, что вы хотите. Даже жертвы будете нести, не будет работать, потому что ошибки заключаются не только в тексте, но в ритуале, отношении к ним и много-много-много чём. Об этом в интернете никто из специалистов, даже я часто это не говорю. Это запрещённая тема, понимаете? Поэтому, когда вы идёте на такое и думая, что всё, теперь вы получаете что-то, узнав какое-то значение сигилы или печати в этих книгах, вы не думаете, что вы что-то прям получите, как вы хотите. Так не будет. Так не будет. Потому что ошибка заключается намеренно. Я думаю, когда Павел Гросс скопировал этот текст, посвящение Ифа, быстрое вот это, он даже не подумал, я думаю, головой. Есть ещё такой писака тоже, Кораблёв, писатель по рунам и так далее. Такие же ошибки я, наверное, разберу как-нибудь отдельное видео, сделаю на эту тему. Там есть, когда он не понимает, где русские руны, где вообще какая билетристика, тоже всё за деньги. За деньги у нас готовы все историки продаваться, и люди нормальные. Сейчас уже все писатели друг у друга воруют. Это позорище. Это позорище. И особенно вы оскорбляете таким образом духов африканских и тех культур, с которых вы предоставляете. Понимаете, это опасно. Поэтому я не боюсь это говорить, потому что я говорю правду. А если вам что-то не нравится, можете катиться куда хотите. Поэтому я считаю, что на макулатуру не стоит тратить денег даже. Понимаете, когда мне одна девушка написала в личке, вот по доске Ифа, я хочу работать и так далее. У Павла Гросса ничего нету. А его нету. И нету информации, потому что информация взята стандартная, из интернета. А настоящая нужно работать с культом Ифа. Реально. С духами, Аладумара и всех остальных. Понимаете, подключать их там. Поэтому просто так посвящение. То, что вы думаете, ой, я хочу... Вот сейчас мода на Ифа, я буду посвящаться. А если мода пройдет? А если магия, мода на магию пройдет, у Ифа, например, культ насытится и все, интерес пройдет. А вы останетесь рабом. Вы останетесь в этом культе. На кембанду, на саму вуду мода пройдет. Начнется на славянской. И вы побежите по другой эгрегор. Вы будете для таких эгрегоров питание. Вы не будете магом. Так вот, посвящение Ифа, это не стать магом. Вам даже запрещено будет пользоваться. То, что он там описал, там первое соблюдать то-то, там несколько дней, то есть 4 дня посвящения, насколько я помню, да. Вам будет запрещено все. Вас ограничить, что вы будете жить по законам этих воинов. А соответствует это вам? Нет. Им насрать. Понимаете? Вы уже приняли присягу. Вы уже подписали договор, так сказать, с дьяволом в кавычках, да, с этими демоническими созданиями. А назад дороги нет. Все. Вот вы подумали об этом? Ну? Подумали когда-нибудь об этом? Я работаю с этим, но я не раскрываюсь, я многого не говорю. Я не хочу афежираться. Потому что интернет врут все сплошь. А для духов, если вы врете, они вас сразу расколят. И вы будете дюлячек получать по шее постоянно. Потом будете говорить, у меня порча, проклятие, наверное, меня духи прокляли. Нет. Это ты получаешь, потому что ты живешь не по их законам. Вот чем ошибочка. Поэтому вы можете трепаться, говориться, что вы посвящения какие-то прошли и так далее. Самопосвящения эти. Но вы не соблюдаете эти законы. А значит, духи могут вас послать или вообще не прошли посвящения. Или ничего не сработало у вас. Ну, скажите спасибо, хоть не сработало, например. Ну, а если вы уже под эгрегором, то у Павла Гросса посвящение Ифос, скорочайшее или быстрое, она называется. Оно для лохов, специально создано. Это замануха. Чтоб тупо питать культ вашей энергии, вашим родам. Вы сдохнете, посвятив себя им. И взамен они вам ничего не обязаны. Как вы же заключили договор. А там написано, полное подчинение всего. Вы будете только уделять время им. Жертвоприношение. Все, все, как они хотят. И там не написано, что вы должны колдовать для себя. Там нету такого. Ну, все, до свидания. Все, вы умрете, продав свою душу и свой род им. Это мукут. Спасибо. Ну, что ж. Мы разобрали немного книгу Павла Гросса, так сказать. Я сказал свои замечания. Полное галиматья. Все перепутано. Нужно разбираться и разбираться. Поэтому это не боевая магия. Никакие вы бои не будете вести. Это просто броское название. Просто для рекламы. Просто пиар. Вот и все. А книга тоже самая. Такая же. Состав, как говорится, тот же самый. Такие же печати. Пульт Ифа. Все. Кабокла. Культ. И другие все описаны. И Кимбанда частично. Поэтому подумайте. А чем вы занимаетесь вообще? Какой хренью вы страдаете? Включите свой мозг тупой. Хватит верить во всякую чушь, которую вам навязывают. Если вы работаете, вы должны понять этом все. И найти ошибочки. Понимаете? Как я нахожу ошибочки? Я вам объяснил, чем я недоволен в этой книге. А вы ее раскупили. И где она у вас сейчас? Лежит, наверное, на полочках. И многие книги мошенников и балаболов. Ой, вы купите книгу и сразу станете магом. Хрен с маслом. Тяжелый труд. И книжка вам ничего не даст. Она мозги вам не заменит. Ну что ж. Всем удачи, успех. С вами был Александр Пичуев. Всем удачи, здоровья. Верьте уже себе. Начните быть честными перед собой. И подумайте. И скажите себе. А что не так? Если у вас есть такая книга. Воевая магия Павла Гросса. Онлайн или виртуальная. Посмотрите ее. И вы поймете, что я был прав. Потому что я ее пересмотрел. Я ее перечитал. И я это говорю. Не скрывайте этого. И пишите под видео вопросы, какие были по этим книгам. И так далее. Если есть у вас тоже ошибки. Находили данного издания. Издательство, как говорится, Экскмо. И все остальные. Всем удачи, успех. С вами был Александр Пчук. Делитесь этим видео. Надеюсь, видео было полезно. Ставьте лайки, антилайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok